Здравствуйте, меня зовут Вера и я расскажу вам про сонный паралич. На этом слайде представлено официальное определение сонного паралича. Оно довольно громоздкое и сложное, в принципе можно гораздо проще это охарактеризовать. Сонный паралич это такое состояние промежуточное между сном и бодрствованием, которое характеризуется мышечной атонии, то есть мышца расслаблена и ее никак нельзя сократить. Часто сонный паралич сопровождается галлюцинациями, довольно жуткими и в принципе логично мы не можем на них реагировать. Относится сонный паралич к группе парасомний, то есть нарушение сна и является чем-то противоположным лонотизмом, то есть если при лонотизме атонии не наступают в принципе во время сна и мы ходим там где не нужно и делаем то, что не нужно, то при сонном параличе как раз обратное явление. Это не наступает или же до засыпания или проходит уже после пробуждения. Встречается сонный паралич часто при заболеваниях является одним из основных симптомов, например вот при нарколепсии я заметила очень часто. Это такая штука, когда человек среди бела дня может просто взять и заснуть. Но довольно часто бывает и у обычных людей таких как мы с вами и в таком случае называется изолированным сонным параличом, то есть не ассоциируем с какими-то заболеваниями. Для того чтобы понять саму суть сонного паралича давайте вспомним о нормальном сне. Он в принципе есть, он фазовый, за одну ночь человек проходит от трех до пяти циклов, каждый цикл длится от 90 до 10 минут и характеризуется чередованием фазы медленного сна и быстрого сна. То есть тут все что беленькое это фаза медленного сна, ее больше всего процентов так 75, она имеет разные глубины и чем глубже мы находимся тем сложнее нас разбудить. И если мы где-то вот вот здесь вот что-то будет, мы чувствуем себя очень плохо, чувствуем себя разбитыми, вставшими и в общем не нужно просыпаться. Но в случае сонного паралича нам больше интересна вот эта фаза, эта фаза быстрого сна, которую часто описывает основным ее проявлением, это быстрое движение глаз. Но в странной литературе это Repetive Movement или же REM фаза. Она примечательна тем, что тут наш мозг наиболее активен и тут мы видим сновидения. И если нас тут разбудить или где-то около, мы эти сновидения помним. Так вот, для того, чтобы мы ничего не чудили из-за этой активности мозга, природа создала такой защитный механизм, то есть такую себе смирительную рубашку, чтобы мы не двигались. И у нас абсолютно все тело не может сократиться. Сонный паралич наступает именно тогда, когда мы частично в этой фазе находимся. Сам механизм торможения нормальной этой фазе, REM фазе, происходит вследствие определенных биохимических изменений в головном мозге. Это, если что, мозг разрезанный вот так вот, это получится полушарие, это мозжечок, а эта структура называется ствол головного мозга, а это мост. Вот тут происходит самоторможение. Если точнее быть, то вот здесь. Это называется дорсо-латеральная область ретикулярной формации моста. Вот что именно тут происходит? Тут происходит выработка нейромедиатора, то есть вещества, молекулы, посредника между нейроном и нейроном, или же нейроном и мышцей. Так вот, происходит выделение медиатора ацетилхолина, который дает сигнал незвижащим нейронам затормозить и запретить любое сокращение мышцы. И в течение этого наступает абсолютно нормальный физиологичный паралич мышц во время сна. И зная этот механизм, можно предположить о механизме возникновения сонного паралича. Я говорю предположить, потому что эта тема исследовалась довольно мало, и эксперименты были, но их тоже было мало, поэтому нельзя говорить какой-то вот единой линии единомнений. Но в принципе, одна теория гласит о том, что идет или интенсивная выработка этого ацетилхолина, или же наш организм слишком быстро на нее реагирует, или нужно малое количество, то есть холинергическая гиперактивация. Или же у нас идет уменьшенная выработка тех веществ, которые в данном случае выступают как антагонисты, то есть действует противоположным этому ацетилхолину, это серотонин и норадреналин, то есть адренергическая или же серотонинвергическая гиперактивация. И на эту тему было произведено несколько экспериментов и заметили, что если вводить человеку ацетилхолин, то частота сонного паралича увеличивается. И наоборот, если же вводить ингибиторы обратного захвата серотонина, то есть вещества, которые тормозят вообще полный обмен серотонина и, соответственно, мешают ее установить его нормальную функцию в мозге, тоже увеличивается частота сонного паралича. Сонный паралич, в принципе, как явление, можно поделить на два типа. Первый тип наблюдается при засыпании, в таком случае называется гипнопомпическим типом. И, в принципе, слово гипнопомпический можно употреблять по отношению ко всему, что происходит во время засыпания, например, гипнопомпические галлюцинации. Так вот, этот тип характеризуется частичным или полным сознанием схемы тела, то есть мы примерно знаем, где у нас рука, нога, голова, шея, и нам кажется, будто бы мы можем послать какой-то сигнал мышцы сократиться, и мы чувствуем, как этот сигнал идет, но он идет дико долго, и сокращение, как правило, не наступает. И для этого типа сонного паралича характерны простые слуховые галлюцинации. Ну, простые имеется в виду не музыка, голоса и что-то еще, а вот монотонный писк, будто бы такие мошки. Ну, я думаю, это всем знакомо во время нормального засыпания, но в случае сонного паралича он имеет гораздо более такой навязчивый характер. Ну, и второй тип, он более веселый, называется гипногогическим типом, который наступает во время уже пробуждения. И именно этот тип сонного паралича проявляется в виде сложных уже галлюцинаций, это могут быть разные визуальные образы, шум, голоса и вот то, чувство страха знаменитое. Ну, тут мы уже подошли к самой интригующей части сонного паралича, это галлюцинации. То есть, ну, что галлюцинация по своей сути? Это образ, который возникает в нашем мозге без внешней стимуляции. И, ну, классификаций галлюцинаций довольно много, и чтобы жизнь на Лене не показалась, еще на сонный паралич отдельную классификацию придумали. Я оставила в исконном виде их, чтобы не исказить какие-то нюансы перевода, но, в принципе, первый тип можно перевести как незваный гость. Когда мы говорим о этом типе галлюцинаций, мы имеем в виду нечто, что происходит вокруг нас, но нас ими их не касается. Например, это могут быть какие-то там тени, силуэты, которые уходят в комнате, над нами стоят, какие-то голоса, смех, шум, шепот, шаги. Второй вариант галлюцинации можно перевести как инкуб или демон. Вот эта галлюцинация нас очень даже касается. Это чувство давления на грудной клетке, вес, тяжесть, иногда даже боль бывает. Ну, и довольно логичная при этом мысль о смерти, страх ниже с ним. Ну, и последний тип из тибуломоторной, в принципе, так и переводится, особо не пофантазируясь. Этот вид галлюцинации характеризуется ощущением падения, окружения, верчения вокруг своей оси, ну, такие вот скорее полудвигательные нюансы. Иногда бывает ощущение выхода из своего тела, или такое явление называется аутоскопия, это когда мы себя видим со стороны. Ну, или бывают ложные движения, когда думаешь, что двигаешься, но не двигаешься. Например, галлюцинации всегда интерпретировали по-разному, описывались они довольно давно, и вот такие вот мысли людей возникали. И часто галлюцинации ассоциировались с приходом ведьм, демонов, черкей, гоблинов, не знаю, у них чисто силы всякой в комнату. Ну, и многих деятелей искусства, они тоже вдохновляли, учитывая их яркость. И, например, если в Google вбить «Сонный паралич» по картинкам поиска, то первым выявится именно вот эта картина Генри Фузеля, называется «Ночной ужас». Эта картина очень примечательна, потому что она демонстрирует вот почти у всех проявления «Сонный паралич». Во-первых, обратите внимание на позу самой барышни, которая спит. Она спит на спине, а запрокинутыми руками за голову. А «Сонный паралич» как раз именно в такой вот позе чаще всего встречается. Потом, у нее на груди сидит нечто. Судя по виду, оно тяжелое, и судя по виду, оно все-таки мешает ей дышать. Как раз вот второй тип галлюцинаций, который инкуб, который демон. Ну и вот ложечки за куриц выглядывает, сложная зрительная галлюцинация, первый тип. Ну вот есть картина «Ночной ужас» называется, а есть состояние «Ночной ужас». И их путать друг другу не надо, потому что тут именно в «Сонный паралич» демонстрируется. А «Ночной ужас» с аналогией к психиатрии – это такое состояние, когда человек ночью резко просыпается, весь в мокром, в каком-то холодном поту, ему очень страшно, он кричит, и он даже не может толком сказать, из-за чего у него такой ужас возник. Эти состояния разные по своей сути, их путать друг с другом не надо. Некоторых людей галлюцинации пугают, а некоторых они интригуют, и нашли затейники, которые написали в статье о том, как вызвать «Сонный паралич». «Сонный паралич» сам по себе сейчас считается безвредным, потому что это явление транзиторное, то есть не проходящее. Но сами методы, которыми можно его вызвать, вернее, даже повысить вероятность его возникновения, потому что это не стопроцентный вариант, они довольно сомнительные в том плане, что «Сонный паралич» – это самый такой спокойный побочный эффект. Вот помните наш нормальный цикл сна? Нужно его расшатать. Для этого можно устроиться на какую-то работу, типа там врачом, проводником, так, чтобы как-то посменно работать, чтобы наш ритм суточный был нерегулярный, и таким образом сбить. Замечено, что таких людей наиболее часто оно возникает. Потом можно спать днем, бить свой цикл путем засыпания днем, или же можно встать с утра пораньше, раньше, чем обычно, активничать, бодрствовать, даже если уставшиеся чувствуете, потом часов в 7 заснуть, 10 где-то проснуться и походить пару часиков по квартире. Итак, дни 3 вы почувствуете большую разницу, вам понравится, возможно, что-то словите. Можно лечь, полежать на спинку, расслабиться, найти какую-то позу и придумать себе какое-то слово, и монотонно повторять себе где-то в голове его, концентрироваться на нем, и на что не отвлекаться, и расслабиться. Можно на дыхании концентрироваться, на каким-то там тиканье часов, ну, тоже почувствуйте разницу в ощущениях. Ну, и можно просто просыпаться ночью. Если вы так делаете, и вам не нравится, что у вас над кроватью что-то стоит, то вы ничего, кроме какого-то хипа, не можете выдавать из себя, нашли в более добрые люди, которые создали статью о том, как выйти из сонного паралича. Кстати, рабочие методы все. Во-первых, нужно помнить, что во время сонного паралича не абсолютно весь организм парализован. То есть у нас есть какая-то там мизинец с левой ноги, который все-таки отвечает на наши попытки двигаться, и задача в этом случае является найти эту часть тела и усердно ее шевелить. Потом, помним, что сонный паралич наступает во время фазы быстрого движения глаз. Следовательно, глаза все-таки двигаются. Нужно это тоже осознать и шевелить. Дыхательные техники. Ну, понятно, что дышать сложно, когда там что-то сидит на груди, вот по типу того, что у девушки было. Но у людей, которые занимались там йогой или, в принципе, знакомы с дыхательной гимнастикой, могут использовать эти навыки для того, чтобы выйти из этого неловкого положения. Ну, и если это все не работает, то у нас есть вещь, которую никто не заберет ночью, это наше воображение. То есть просто хотя бы представляете, что вы двигаетесь. Ну, и если вы не хотите, чтобы такое было, можно довольно логичные мероприятия с собой провести. Это регулярно спать желательно. И на боку, можно лево, можно на право, кому как больше нравится. Хорошо кушать и уметь расслабляться. Ну, спасибо за внимание. Я хотел спросить, ну, вот механизм сонного паралича, который вы объяснили, он, вроде бы, связан с тем, что, если я правильно понял, блокируется мышечная функция, да, то есть человек не может двигаться. Верно. С чем связано возникновение галлюцинации, если механизм завязан в первую очередь на мышце? Ну, с механизм действительно на мышце. Галлюцинации, в принципе, особенно сложные, возникают вследствие раздражения определенных участков коры головного мозга. И в зависимости от того, какие галлюцинации, то есть зрительные, слуховые, тактильные, ну, если возникает, например, зрительная галлюцинация, значит, идет гиперстимуляция именно зрительной области нашей. Говорю, мозг в этой фазе очень активен, и что там оно дается сверху, то мы видим и проецируем на окружающей среде. То есть, если я правильно понимаю, что просто мозг находится с одной стороны в состоянии сна, поэтому он активен. С другой стороны, мы уже проснулись, и мышцы не работают, и воображение рисует галлюцинации, на что мы еще спим. То есть, ну, получается, да, получается, мы частично и там, частично и здесь. То есть активность мозга еще осталась, вот та сильная, но при этом мы уже каким-то образом оказались вот в этой реальности. Я не знаю, что я просто кассу, но, может быть, вы объясните, вот когда вы говорили про, мы примерно знаем, где у нас ноги, руки, и когда говорили про вот это ощущение резкого падения, вот я почему-то вспомнила про фантомные боли. Вот. Это никак не... Ну, вы не знаете эту механизму, потому что я механизм их точно не знаю. Это имеет какое-то отношение все-таки к сонному поличу или нет? Вот, ну, когда у человека фантомные боли, он чувствует, там, руки, ноги которых у него нету, вот, и это, в принципе, очень похоже на тот механизм, который вы описали, ну, если так поверхностно смотрели. Мне кажется, что тут есть что-то общее, хотя бы потому, что что там, что там, мозг пытается вывести наружу то, что внешние раздражители ему не дают. То есть, грубо говоря, мне кажется, что можно фантомные боли вписать очень грубо в рамки вот тактильных галлюцинаций, на мой взгляд. У меня вопрос. Может ли сонный паралич используется как-либо в целях, чтобы помочь человеку в разных складах? Может быть, медицинские цели, военные разработки? Как бы, не, понимаете, просто слышала, что в то время как... Посмотрите, сами говорите, что сонный паралич, он защищает, и он одновременно блокирует сознание. Если в случае, если медицина не может помочь, имей в виду быстро, можно вызов сонный паралич? Смотрите, не сонный паралич нам помогает, а нормальная атония мышц во время сна. Сонный паралич, это, скажем так, вариации на тему, которая еще не является патологией, но не является уже нормой. Так, чтобы именно сонный паралич способствовал какой-то помощи, я, честно говоря, представляю, в каких разработках он мог бы способствовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!